Всем привет! С вами Алексей Чигай и вы смотрите программу Реальная Гунфу специально для канала Сергея Бадюка Физкульт. Если вы только начали заниматься растяжкой, помните, что не стоит равняться на героев кунфу-бывиков и атлетов Ушу, так как люди профессионалы с длительным стажем. Тем не менее, с помощью постоянной практики вам удастся стать лучше, чем вы были вчера. В прошлом выпуске мы рассмотрели упражнение, которое называется джэнг ятуэй, что означает прямое продавливание ноги. Сегодня мы рассмотрим аналогичное упражнение, которое называется цхэ ятуэй, что означает боковое продавливание. Как и прошлое упражнение, это упражнение делается стоя. После некоторых продавливаний мы переходим к наклону всего тела к ноге. Наша задача представить, что наши мышцы и суставы словно жидкость, которая втекает в форму. Мы должны втекать в упражнениях, втекать в каждое положение. Следующий вариант упражнения – можно предложить упражнение наклон тела к стойке к углу. Стойка к углу – это по-фейсски переводится как шаг к углу, и более сложный вариант заключается в наклоне с корпуса к ноге. При этом мы тянем носок на себя, стопу на себя, чтобы проработать мышцы голеностопа. Но данное упражнение не подойдет всем подряд, обычно его практикуют более подготовленные люди или спортсмены, потому что в этом упражнении тяжело контролировать вытянутую вперед ногу. Далее очень сложно находиться в диапазоне свободных действий, так как задняя нога, зачастую у многих взрослых людей, постоянно поднимается на носок. Также сложно контролировать заднее колено, которое постоянно закрывается, и оно находится в состоянии излома. Поэтому данное упражнение подойдет, наверное, более подготовленным людям. Для менее подготовленных людей можно рассмотреть упражнение, сидя в полушпагате, и наклоны делает практически точно так же, как и в первом упражнении. Более сложный вариант бокового продавливания – это продавливание на возвышенности. Лучше всего начинать с горизонтального положения ноги и постепенно, по мере развития, повышать высоту. Начиная с этой серии, мы будем знакомиться с китайским традиционным стилем «синг и чуань». Как это переводится? «Синг» – это внешняя форма. «И» – это внутреннее содержание, мысль и намерение. «Чуань» – это кулак. В целом, это можно перевести как кулачное искусство, где внутреннее содержание и намерение проявляются во внешней форме и в движении. «Синг и чуань» – это традиционное направление ушу, которое включает в себя кулачную технику, внутреннюю работу, парную работу с оружием и без. Особенностью направления «синг и чуань» является прямолинейность техники. Все движения устремлены вперед, движения очень скупы внешне и наполнены внутренне. Фундаментом «синг и чуань» является позиция «сантьи ши». Переводится она как «позиция трех тел». Это позиция, которая строит двигательную структуру в практике. Ударной основой «синг и чуань» являются кулаки пяти первоэлементов, или «у синь чуань» по-китайски. Пять первоэлементов – это пять ударов или пять принципов. «Пи» – рубящий удар. «Бэн» – пробивающий удар. «Зуань» – буровящий удар. «Пао» – ушечный удар. И «хэн» – пересекающий удар. Гораздо больше видео, посвященных кино, спорту и многому другому, вы найдете на нашем канале CinemaCode Production. Ссылка в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok